Несколько слоев штукатурки, краска и вот она, вторая молодость повидавших виды домов. Свежесть фасадом двухэтажек 40-х годов постройки в поселке Мехзавод придают с помощью косметического ремонта. Рядом гудит мобильная бетономешалка. Ремонтники четко отмеряют ингредиенты для качественного раствора. Три части песка, одна цемента. Такой состав будет крепко держаться на цоколе. Его и принимаются штукатурить. Ждут, пока подсохнет, шлифуют и покрывают цементным раствором, чтобы не было трещин. Если есть необходимость, восстанавливают штукатурку и на фасаде. Лицевая сторона уже хотим привести, чтобы было красиво. Краска стерлась. То есть мы приводим, где места уже стерты, мы их доводим до нормального, хорошего состояния. После самая приятная часть с кисточками в руках. Сотрудники управляющей компании придают забвению граффити и трещинки. Задача для настоящего художника. Оттенок краски должен максимально соответствовать цвету фасада. И тут маляры проявляют творческие способности. Чтобы добиться вот такого нежного персикового оттенка, понадобятся цвета солнца и оранжевый. Добавляют немного в белую водоэмульсионку и замешивают. Обновленный фасад дома и жителям настроение поднимает. Стараемся отремонтировать. Чем быстрее, тем лучше. Праздником желательно. Недавно 34-й дом на той неделе штукатурили. Жильцы довольны остались. Вышли, похвалили. Чуть ли не благодарность выписали. Состояние фасадов специалисты проверяют во время ежедневных обходов. Если заметят незаконные граффити или объявления, маляры спешат к дому с кисточками. В мелочах кроется благополучие дома. Управляющие компанией «Самары» устраняют мелкие дефекты, которые, если вовремя не обратить на них внимания, могут привести к значительным проблемам. Ремонт фасада не только для красоты, но и для защиты от дождей и влаги. От времени у одного из домов на улице Гагарина отвалилась облицовка. Между кирпичами образовались щели. С их заделкой коммунальщики медлить не могут. Если в щель попадет вода, есть вероятность, что разрушения затронут и фундамент. Весной рабочие заделывают все дыры. От штукатурки к трубам немедным, но тоже блестящим – алюминиевым. Воронку водосточной трубы этого дома зимой повредила глыба льда. Если вовремя не вернуть недостающей части металлической конструкции на место, вода потечет по фасаду, постепенно его размывая. Ремонт трубы для профессионалов особого труда не составляет, как в конструкторе. Убрали поврежденный элемент и поставили новый. Дешево и сердито. У нас отработана система, то есть у нас всегда на складе есть необходимые вещи, как расходники, да, то есть и по слесарным мероприятиям, и по электрическим вещам, то есть и по уор, то есть вот такие вот там мелочи, трубы там и так далее. Лучше помаленьку убирать, чем потом вязанность, скажем так, в большой глубокой работе. Надо все вовремя и свое время надо делать. Лоск коммунальщики наводят согласно реестру недостатков, которые искали тщательно. Была проведена полная инвентаризация жилого фонда, который находится в управлении управляющей организацией. То есть управляющая организация конкретная, каждая понимает, какие проблемы поадресно есть в ее фонде. И вот исходя из этого, как раз и было понимание, да, где водосточную трубу привести в порядок, где цоколь и так далее. За поддержание фасадов в хорошем состоянии ответственны собственники, управляющие компании и ТСЖ. Если жители заметили, что фасад или водосточная труба испорчены, обращаться в первую очередь следует в управляющую компанию или в товарищество собственников жилья. Качество работ коммунальщиков проверяют чуть ли не под лупой. Нарушения фиксирует и городская административно-техническая инспекция по благоустройству, и районные власти. На граффити расклейка незаконных объявлений рекламы. Постоянно выписываются предписания управляющим компаниям для проведения фасадов на лежащее состояние. А также проводятся работы по выявлению не только граффити, но и объектов потребительского рынка, которые незаконно вешают рекламу на дома. Специалисты районных отделов благоустройства и инспектор ГАТИ ежедневно обходят определенные участки районов. Обращают внимание на незаконные надписи и рисунки, а также состояние водосточных труб. Информацию о нарушениях передают в управляющие компании и администрации районов. Как правило, чтобы устранить недостатки, привести фасад в порядок, у коммунальщиков есть неделя. После инспекторы придут с повторной проверкой. Если управляющая компания на предупреждение не среагировала и фасад по-прежнему грязный, сотрудники ГАТИ выписывают предписание и составляют протокол, который отправляют в административные комиссии для рассмотрения. Как показала практика, такой подход эффективен. Если в 2013 году было составлено 253 протокола, то в 2015 только 172. Управляющие компании стараются привести в порядок дома еще до того, как нарушение обнаружит инспектор. Когда мы начинали работу, плотно начали заниматься этой темой, где-то процентов 50 фасадов здания были обклеены, граффити были и, скажем так, неприглядный вид был. Сейчас их намного меньше стало. Даже административная практика показывает, что протоколы идут на уголе. Не от того, что мы стали хуже работать или меньше обращения. Нет, просто на самом деле нарушения стало меньше. Еще несколько лет назад надписи на домах просто закрашивали. Теперь заботятся о внешности всего дома. Краску управляющей компании должны подбирать тон в тон по специальному колерному паспорту. На недостатки указывают и активные жители Самары. А инициативные школьники приходят на помощь зазевавшимся управляющим компаниям. Красить не берутся, а вот чистить с энтузиазмом. Вооружившись скребками и перчатками, пожиратели незаконной рекламы убирают с фасадов объявления. Ребята очищают у нас световые опоры, не подходя к центральным дорогам ближе, чем 5 метров. Подъезды, столбы, деревья, фасады домов, зданий, парки, скверы. К делу подходят творческие, соревнуются, кто сорвет больше листов и сделает это быстрее. Лучших активистов награждают в районных администрациях. Редактор субтитров А.Семкин